Новое газовое соглашение, обстрелы жилого поселка на Донбассе и оборонный бюджет США. Время подводить итоги дня на UATV в студии Татьяна Резвин и далее коротко о главном. Новый газовый контракт. Что очень важно, транзит будет. На каких условиях Россия согласилась поставлять газ в Европу через Украину? Герой нашего времени. Я, получается, на себя 80% всех осколков на себя принял. Как 16-летний юноша ценой своего здоровья спас жизнь пятерых детей? Адреналин с европейским размахом? Один из самых больших сноубордических парков в Европе построили в Киеве, где для него взяли снег. Новый транзитный договор на 5 лет и выплата 3 миллиардов долларов российского долга Украине. Подробности достигнутых накануне газовых соглашений сообщили на брифинге в офисе президента исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко и министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель. Согласно тексту протокола, гарантированные объемы транзита составят 65 миллиардов кубометров в 2020 году, а в следующие 4 года минимум по 40 миллиардов в год. До 20 декабря «Газпром» и «Нафтогаз» должны официально заключить контракт, в нем в частности определять цену транзита. Она будет зависеть от объема топлива и просчитана по европейским правилам. Что очень важно, транзит будет. Что очень важно, сумма, зафиксированная в решении стокгольмского арбитража, будет выплачена деньгами. Украина, непосредственно компания «Нафтогаз», получит 2,9 миллиарда. Транзит на 5 лет с возможностью пролонгации на тех же условиях еще на следующие 10 лет. По европейским правилам будет возможность для всех сторон, включая «Газпром» и европейские компании, бронировать мощности украинских ГТС на год, месяц, квартал, даже на сутки. И таким образом интегрировать украинский рынок в европейский еще сильнее. Санкции против России, военная помощь Украине и ограничения против «Северного потока-2». Президент США Дональд Трамп утвердил оборонный бюджет на 2020 год, в котором прописаны все эти пункты. Согласно документу, Киеву выделяют 300 миллионов долларов для защиты от агрессии России. Кроме того, Вашингтон продлил запрет на прямое сотрудничество с Россией в военной сфере и на признание оккупации Крыма. В американском бюджете и пакет санкций против газопровода «Северный поток-2» штрафные меры Вашингтона направлены против компаний, занимающихся его строительством. Швейцарская компания «Олсис», которая прокладывает трубопровод, уже объявила о приостановке работ. И пророссийские наемники обстреляли жилые дома в прифронтовом поселке «Золотое-4». Это произошло сегодня утром. Полиция Луганской области сообщила, что жертв и пострадавших по предварительной информации нет. Однако дома разрушены, стреляли со стороны неподконтрольной Украине территории из запрещенных минометов 82-го калибра. Всего с начала дня оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня. По позициям объединенных сил стреляли у Зайцева, Новотроицкого и Песков из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, у Крымского открывали огонь из минометов 120-го калибра. И целый арсенал боеприпасов обнаружили полицейские на железнодорожном вокзале в Рубежном Луганской области. Два гранатомета РПГ-22, корпуса гранат, 18 осветительных и одну дымовую шашку и пять корпусов сигнальных мин. Все это правоохранители нашли и изъяли у подъездных путей. Сейчас ищут тех, кому принадлежит этот арсенал. И санкции против организаторов незаконных выборов на оккупированном Донбассе. Соответствующий указ, который вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны, подписал президент Украины. Черный список пополнился еще пятью фигурантами. Четверо из них – председатели территориальных избирательных комиссий и один секретарь. Санкции будут действовать три года. Они приостанавливают финансовые операции, блокируют активы и запрещают выводить капитал за пределы Украины. Воспламенение бытовых электроприборов. Именно это стало причиной масштабного пожара в Одесском колледже. К таким выводам пришла правительственная комиссия. Их опубликовал премьер-министр Украины. Алексей Гончарук написал, что возгорание произошло на третьем этаже здания. Оттуда огонь распространился на другие помещения. Эвакуироваться люди не смогли из-за того, что один из выходов был закрыт. Основной причиной трагедии назвали халатное отношение руководства и персонала колледжа к противопожарной безопасности. Трагедия в Одессе произошла 4 декабря. 16 человек погибли. Историческое здание экономического колледжа сгорело почти полностью. Сегодня родственникам погибших и пострадавшим Горсовет Одессы частично выплатил компенсации на сумму более 2 миллионов гривен. Это почти 86 тысяч долларов. Общая сумма выплат составит 215 тысяч долларов. Напуганные трагедией в Одесском колледже. Венечане решили научиться действовать в экстренных ситуациях. Громада Вороновица пригласила спасателей в школу. Они провели уникальные противопожарные учения. Подробнее расскажут наши корреспонденты. Третьеклассники Вороновицкой школы на уроке рисования обсуждают серьезный вопрос. Только что они прошли урок по знанию противопожарной безопасности. Надо выйти на улицу и построиться в колонну по четыре. Дима рассказывает про эвакуацию. И уже через минуту знания приходится закреплять на практике. У нас пожар в актовом зале. Это не просто школьный звонок. Он отличается от обычного, прерывистый и длинный. Все знают, что это сигнал тревоги. И все знают, что необходимо провести эвакуацию. Выстроившись в группы, школьники выходят из классов на улицу. Тут же подъезжает пожарный автомобиль. Спасатели подсоединяют шланги к школьному гидранту. По легенде, из актового зала не смогли выбраться двое учителей. Одного мужчину спасают сразу. Второго позже выносят на руках. Спасатели сотрудничают с работниками школы, чтобы вместе выполнить задание. Самое главное – оценка обстановки, точность и слаженность действий. Как персонала объекта, так и пожарных. Они должны работать вместе. Дети рады не только новым впечатлениям, а и возможности попробовать тушить огонь спецсредствами. А вдруг пожар где-то, и мы будем знать, как правильно все делать. Чтобы дети знали, как реагировать на такую ситуацию, как проводить эвакуацию, как предотвратить жертвы. Эти учения уникальны, поскольку спасателей в школу пригласила местная громада. Люди были напуганы трагедией в колледже в Одессе и решили научиться помогать друг другу в случае пожара. Обратились с письмом к руководителям государственной службы по чрезвычайным ситуациям Винницкого района. Выделили деньги, закупили топливо. Спасатели советуют проводить подобные учения и другим городам и селам, чтобы избежать жертв в реальных ситуациях. Арина Кантонистова, Виталий Демец, Винницкая область, ЮЭй-ТВ. Медалью за верность национальной идее в Днепре наградили 16-летнего Александра Горкушу. Он сын военного разведчика, учится в военно-спортивном лицее. Этим летом ценой собственного здоровья парень спас жизни пятерых детей. Выхватил у них гранату и прикрыл их с собой во время взрыва. Подробнее в материале корреспондентов ЮЭй-ТВ. Под аплодисменты полусотни волонтеров и участников боевых действий на Донбассе медаль за верность национальной идее вручают 16-летнему Александре Горкуше. Наградой в общественной организации решили отметить героический поступок подростка. Летом он спас жизни пятерых детей, но сам остался без пальцев, когда выхватил гранату и та взорвалась в руках. Нам захотелось поддержать морально его дух этой награды. Она волонтерская, но стоит того. Несчастный случай произошел летом. Дети в посадке нашли гранату из подствольного гранатомета. Принесли ее на площадку в центре села Пашенобалка. И пытались то ли поджечь, то ли разобрать. Это увидел Александр. Он курсант военного лицея. Сразу понял всю опасность ситуации и выхватил боеприпас. Хотел отбросить его в сторону, но не успел. Больше всего пострадал пятилетний мальчик и сам Саша. Это было в шее, мелкие осколки. Второй был подмышкой. А вот эти два фрагмента. Сходилось в брюшной полости, прибыл в санитрацию кишечника. Ванитрация – это когда кишечник снаружи. И, соответственно, кровотечение, оторван палец один полностью на одной из кистей, на правой. Две недели в реанимации, еще месяц в больнице. Несмотря на тяжелые травмы, Саша вернулся к учебе. Мечтает стать разведчиком, как и его отец, который за поступок сына не ругал. Наоборот, гордится, ведь благодаря ему выжили дети. Старался что-то, он до сих пор чувствует вину за детвору. Он не уберег полностью. Он в себя пришел. Первые слова были, сколько детей пострадали, кто и где. Хотя сам пласт пластон. Если бы он на себя фактически не принял, были бы не шесть трехсотых, а были бы двухсотые. Он детей хотел спасти. Основной удар пришелся на него. Даже моя внучка, которая из магазина шла с мороженым в этот момент, она была за ним. И он ее закрыл, получается. Сам Александр говорит, тогда не мог поступить иначе. Я просто вот видел, ага, откинуть. Потому что я, может, на подсознательном уровне знал, ну как. Я, получается, на себя 80% всех осколков на себя принял. А если бы на земле остался, то были бы и летали. Как в посадке оказался боеприпас, который нашли дети в полиции, до сих пор не установили. И сделать это уже вряд ли удастся. Саша после взрыва получил инвалидность. Ему оторвало несколько пальцев. Наталья Ягусок, Владимир Штенгилов, Днепро, ЮАИ-ТВ. Роман Сущенко, Дембекиров и Владимир Балах и другие 10 освобожденных политзаключенных вернулись в Киев после реабилитации в Латвии. Кроме лечения и психологической поддержки в Риге, они пытались всячески привлечь внимание европейцев к войне в Украине. Они встретились с главой сейма Латвии, а также участвовали в акциях в поддержку украинцев, которых до сих пор удерживает Кремль. С начала агрессии России в Крыму и на Донбассе Латвия поддерживает официальный Киев на дипломатическом уровне. Кроме того, постоянно приглашают военных детей, погибших на Донбассе, героев и политзаключенных на реабилитацию. Психологически я видел, что у многих улучшилось состояние. Даже те люди, у которых из-за пыток очень сильно пошатнулось здоровье, то сейчас видно, что они поправились и чувствуют себя лучше. И самое главное, как советовали и наши психологи, и латвийские, мне удалось поехать на реабилитацию с семьей, побыть в семейном кругу, пообщаться, походить на процедуры. И сейчас, перед Новым годом, я чувствую себя уже гораздо лучше. Одна из всех задач была нам показать всему латвийскому народу, всему миру, показать, какая Россия, империя, что этот агрессор несет за собой. И почему в тюрьмах Кремля сидит еще очень много наших ребят. И просили, чтобы они также ввели этот курс поддержки Украины и в помощи освобождения политвязи. Хочешь выехать в Россию, готовь загранпаспорт, а возвращаться можно по-внутреннему. С 1 марта 2020 года в пунктах пропуска будут действовать новые правила пересечения границы с Российской Федерацией. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук. Готовы ли пограничники к новшеству и как воспринимают его украинцы? Репортаж Натальи Белокудри. Харьковчанин Вадим Булдаков едет к родственникам в Белгород. Предъявляет для проверки внутренний паспорт и почти сразу получает его обратно. О том, что со следующей весны для выезда из Украины в Россию нужен будет только загранпаспорт, уже знает. У меня есть загран. В принципе, для меня это не проблема. Как относитесь? Хорошо? Нормально. Еще быстрее. Ну, супер, супер. Люди, которые пересекают границу пешком, также наслышаны о новых правилах. Игорь работает в России и сталкивается с пограничниками обеих стран дважды в неделю. Нареканий на украинских стражей границы нет, говорит мужчина. Чего не скажешь о работе российских погранслужб. Все нравится, отлично работает. Нет очередей никогда. Все, а сейчас еще паспорт новый. Раз, преклонный, и все. У соседей не так? Нет, там очередь. Если бы там тоже наш паспорт проходил так, автоматически, то было бы вообще отлично. Сейчас границу можно пересекать по двум паспортам. Заграничному и внутреннему. Для детей достаточно свидетельства о рождении, объясняет инспектор пограничной службы. Специальный прибор считывает все данные автоматически, если речь идет о загранпаспорте. А сведения внутреннего вводятся в базу вручную. Закордонный секунд пять, а так и звучание до холодного года. Пересечение границы только по загранпаспортам ускорит работу пограничников в несколько раз. Кроме того, уменьшится количество граждан, которые будут пытаться пройти по поддельным документам. Потому что паспорт гражданина Украины для выезда за границу более защищен, чем паспорт гражданина Украины. И его практически невозможно подделать кустарным способом. В Министерстве иностранных дел Украины подчеркивают, ни внутренний паспорт Украины, ни свидетельства о рождении ребенка не имеют данных, прописанных латиницей. А это тоже минус. В детском документе нет фотографии ребенка, а значит есть риск незаконных действий, говорит Катерина Зеленко. В случае чрезвычайной ситуации утери проездного документа в России сделать дубликат будет проще, если на руках загранпаспорт. Быстрее будет происходить идентификация личности. Если это просто внутренний паспорт или свидетельство о рождении, это все затягивается. А это значит для вас, что пока это будет готово, пока это все проверится, пройдет немало времени. Новые правила заработают через два месяца. За это время украинцы, которые часто выезжают за границу, смогут сделать биометрический загранпаспорт, считают в МИД. Наталья Белокудри, Андрей Домовой, Харьковская область, Юэй Ти Ви. Половина россиян, работающих в Организации Объединенных Наций, агенты ФСБ России. Об этом интервью Украинформу сообщил посол в США Владимир Ельченко, который до последнего времени представлял Украину в ООН. По его словам, через 2-3 сотни россиян сотрудников секретариата Кремль скрытно влияет на работу организации. Кроме того, Ельченко напомнил, будучи постоянным членом Совета безопасности, Москва регулярно блокирует невыгодные для себя резолюции. Приземлился с загоревшимся двигателем, при этом никто из пассажиров и экипажа не пострадал. В Японии самолет совершил аварийную посадку, когда у него в воздухе внезапно загорелся правый двигатель. Это случилось через час после взлета. В результате аварийного приземления пилотам удалось так посадить самолет, что никто не пострадал. На борту находилось 270 пассажиров и 8 членов экипажа. Причины возгорания выясняют. 31 год. Полет прекрасный. 21 декабря 1988 года впервые взлетел самый большой транспортный самолет в мире – Мрия. Украинский борт побил 460 мировых и национальных рекордов и побывал в 89 странах. Мрия перевозит крупногабаритные грузы и гуманитарную помощь для регионов, пострадавших от стихийных бедствий. А в сентябре 2018 самолет установил новый рекорд. Без остановок долетел из украинского Гастомеля на Тихоокеанское побережье в США в международный аэропорт Окленда. Сматриваясь во тьму, до премьерный показ фильма притчи устроили в нескольких городах Украины – Киеве, Львове, Камнецподольском и Мариуполе. Главный герой ленты – украинский сапер Виталий Голицын. В 2014-м, выполняя боевую задачу, он подорвался в заминированном авто, был контужен и потерял зрение. Картину посмотрели и наши мариупольские корреспонденты. Полковник запаса украинской армии Виталий Голицын снова вернулся в город, который защищал. Сапер и доброволец ждет встречи с побратимами, но увидеть их лица он не сможет. 26 сентября 2014 года во время боевой операции под Новоазовском боец подорвался в заминированной машине, получил тяжелые ранения и потерял зрение. По сюжету фильма, всматриваясь во тьму, незрячий, который ослеп в детстве, помогает адаптироваться ветерану российско-украинской войны. Это реальный рассказ от имени людей с инвалидностью. Все тяготы и невзгоды, которые им пришлось перенести, отображены на экране. Это, прежде всего, метафора неизвестности. Это не просто отсутствие света, а это какая-то пугающая неизвестность. Метафора того, что что-то происходит с нашей страной, с социумом. Некоторые эпизоды снимали в горячей точке Донбасса – Широкино. Съемочной группе вместе с главным героем приходилось работать в касках и бронежилетах. Вражеские снайперы работали по людям с видеоаппаратурой. В целях безопасности съемки несколько раз приходилось прерывать. «Мы попали и под обстрел снайпера, и видели на горизонте выходы градов, и нас там просили иногда заходить в какое-то укрытие». Всматриваясь во тьму – первый документальный фильм в Украине, который сняли со встроенным кифлокомментарием – кратким закадровым описанием для незрячих людей. В небольшом зале кинотеатра люди с такими же проблемами, как и у главного героя, плакали и обретали надежду. «Потеря зрения – это все тоже, я понимаю, ваше состояние, это боль пройденная. Но большое вам спасибо за то, что вы сражались и физически, и сражаетесь духовно, как человек, который остается без какой-либо помощи, но нам все это знакомо». В фильме «Все как в жизни». Вернувшись с Донбасса, Виталий Голицын оформляет первую группу инвалидности. Но для военной пенсии ветерану еще надо доказать, что ранение получил во время боевого задания. Незрячий боец оббивает пороги кабинетов и везде получает отказ. В финале ленты он находит цель в жизни и продолжает служить своей стране. «Именно таким должен быть воин Украины – независимым, сильным духом, героем». Кинопроект совместного украинско-шведского фильма «Всматриваясь во тьму» стал одним из победителей восьмого конкурсного отбора Госкино. Половину средств на создание фильма предоставила Украина, половину – Швеция. Для широкой публики фильм выйдет на экраны в 2020 году. Надежда Сухорукова, Борис Яковенко, Мариуполь, Юэй ТВ. Поздравил солдат с наступающим Рождеством и угостил индейкой. Премьер-министр Британии Борис Джонсон вместе со своим эстонским коллегой Юри Ратесом посетил военную базу Тапа под Таллином. Там находится крупнейшая группа британских военных, размещенная в Европе. Джонсон раздал солдатам порции с традиционным британским рождественским ужином, индейку и йоркшельский пудинг. Британский батальон прибыл на базу в Эстонии в 2017 году. Главная миссия – отработать боевые навыки в случае потенциальной агрессии со стороны России. Один из самых больших сноубордических парков в Европе с трамплином высотой с пятиэтажный дом. 240 тонн снега специально для него везли со всей Украины. Все это соорудили для первого в нашей стране дабл-трипл сноу-феста. Подробности знает Любовь Задорожная. На лыжах и сноубордах, под трамплином и перилом первый дабл-трипл сноу-фест объединил десятки европейских спортсменов под киевской аркой дружбы народов. Ребята отчаянные, пробуют очень интересные трюки. Такого уровня еще соревнований, с таким уровнем участников еще просто не было. Спортсмены съехались из восьми стан, включая Украину. Войтек Павлушек – представитель Польши. Сноубордит больше 12 лет, с доской объехал полмира. В Украине соревнуются впервые. Это замечательное место. Город очень красивый. Впечатляют памятники, такие как арка дружбы народов. Я впечатлен организацией события и количеством участников. Все прекрасно. Одним из главных вызовов в организации стал снег. Ведь уже несколько недель в Киеве держится плюсовая температура. 240 тонн снега пришлось собирать по всей Украине. У нас невероятная техническая команда, которая делала снег в морозильных камерах, собирала его с катков по всему Киеву и даже везла из Днепра. А 5 30-тонных грузовиков нам привезли из Буковеля. Праздник собрал не только спортсменов, но и немало зрителей. Просто очень круто, что у нас в городе собрались такие люди, сделали вот такое прекрасное мероприятие. И это объединяет людей. Это же классно. Фестиваль продлится до конца уикенда. Кроме лыж и сноубординга, зрители ждут и концерты топовых украинских групп. Об этом и других событиях читайте на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала uatv.ua. Таким этот день увидели наши журналисты. Увидимся в следующих выпусках новостей на русском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин